МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игорь Владимирович, пора летнее, скоро настанет. Очень актуальный вопрос сейчас, это комендантский час. Как у нас реализуется этот закон в регионе? Как он соблюдается? Да, конечно, Оксана, данный закон у нас действует на территории региона уже с 2009 года. То есть достаточно продолжительное время, 5 лет. И ежегодно количество правонарушений не уменьшается. То есть это не значит, что у нас их становится больше. Просто мы активнее работаем, активнее проводим профилактические мероприятия. Вообще, если на самом деле говорить о всей ситуации в целом, это довольно сложный процесс. Потому что когда, к примеру, в 1999 году принимался закон федеральный номер 120 об основах системы прикладки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, мы понимали, что это не мы, на государственном уровне, что общая проблема преступности несовершеннолетних и в отношении них назрела достаточно остро. То есть, допустим, к примеру, говорить, если 2000-е годы начало, то мы фиксировали на территории нашего региона порядка 800 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Ну, в том числе и в отношении них. Поэтому именно принятие этого закона напрямую способствовало тому, что мы начали воздействовать на ситуацию с преступностью, криминальной средой именно среди молодежи. К примеру, ежегодно у нас в 2013-2014 год выявляется порядка 2000 примерно правонарушений по территории всей области. Естественно, 50% это город Рязань. За текущий период уже 4 месяца, то есть 800 правонарушений у нас таких выявлено. Ежедневно проводимые мероприятия, особенно выходные и праздничные дни. В каком формате рейды проходят? Ну, обычно выбираются непосредственно, допустим, территориальным органом, который районный. То есть у нас всего 29 районов, соответственно, там есть сотрудники, они выбирают время, место проведения. Обычно рейды проводятся в вечернее естественное время. В летний период это с 11 часов, в зимний период это с 10 часов. В данных рейдах в основном принимают участие сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, инспектора, также сотрудники патрульно-постовой, в основном наружные службы, которые несут непосредственно службу на улице. И в ходе мероприятий, то есть в общественных местах, это площади, улицы, парки, скверы, выявляем несовершеннолетних. Соответственно, после выявления выясняем, откуда, кто, почему, как оказался, сообщаем об этом родственникам. Если нет, ну, любым доступным способом, по телефону, либо как-то еще, установим личность, если сообщить невозможно, то есть, допустим, находятся далеко родственники, там, какой-то район, там, Сасово, к примеру, там, если в городе Рязани нашли, то, соответственно, принимаем меры по помещению его в имеющейся территории города, Рязани областного центра, в социально-радиационные центры, также и, соответственно, в районах области. Если нет документов, вы сейчас сказали, я так понимаю, да? Личность в любом случае должна быть установлена, то есть, он называет себя, и, соответственно, мы начинаем выяснять, кто он, откуда и как попал сюда. Либо через его друзей, если он сам находится, допустим, в неадекватном состоянии, он не может там говорить. Бывают разные случаи, но достаточно редко, в основном, выясняемые и передаемые. То есть, основная масса подростков, которые попадают за данные правонарушения, возвращаются родителям. То есть, таких, чтобы попали, допустим, куда-то в центр, это минимальное количество. В основном, это дело, допустим, если касается города Рязани, основном, как приезжие из районов. Вы прекрасно понимаете и знаете, что нарушение комендантского часа влечет за собой целый комплекс нарушений. То есть, там же идет и продажа спиртного, и продажа табачного, и так далее, и тому подобное. Вот целый комплекс, наверное, у вас мероприятий. Поэтому вопрос тоже проводится. Соответственно, конечно, да. Помимо того, что мы выезжаем в рейд, мы не смотрим только вот именно, где стоят подростки, что там они находятся в такое-то время. Естественно, мы выявляем другие правонарушения, связанные и с продажей алкоголя, совершенно верно, как вы сказали, и другие, которые могут отрицательно влиять на нравственное состояние детей и подростков. И по алкоголю, допустим, у нас, по продаже алкоголя, у нас тоже в текущем году составлено уже порядка 200 протоколов. На самых нерадимых продавцов, которые повторно продали алкоголь, за текущий год уже возбуждено 5 уголовных дел. То есть можно сразу оценить ситуацию с преступностью в целом, не только именно с подростками, а в целом ситуация по региону, да в любом регионе, даже не в нашем субъекте. Если, допустим, мы берем долю совершенных подростками от 14-17 лет совершенных преступлений, то у нас, допустим, регион, сейчас он находится на четвертом положительном месте КЦФО, и всего 18 регионов, соответственно, наше четвертое положительное место. И по России мы 13-е. То есть у нас это было... По итогам года у нас в прошлом совершено 320 преступлений. Это порядка примерно минус, ну, на 20% снижение в прошлом году. И тем не менее, какого рода преступления чаще всего совершаются? Чаще всего, если говорить о преступлениях, совершаемых именно непосредственно подростками, несовершеннолетними, это, естественно, преступление против собственности, имущественные кражи, либо причинение телесных повреждений. Надо понимать, что дети, они именно попадают в эту трудную жизненную ситуацию. То есть они зачастую, это группа риска, то есть где непополучные семьи, родители пьют, либо полностью не занимаются воспитанием своих детей. Соответственно, подросток попадает в эту среду и либо общается с такими же своими сверстниками, либо сам становится на путь от окриминального совершения преступлений. Они совершают связанные с наркотиками, кражи и так далее. Если говорить о преступлениях в отношении несовершеннолетних, то здесь, конечно, больше преступлений выявляется именно нами непосредственно. То есть это также причинение телесных повреждений, то есть когда родители избивают своих детей, либо грозу убийством, либо неисполнение родителей своих обязанностей по воспитанию. В ходе своих профмероприятий мы эту работу постоянно проводим. И пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к жителям, к резинцам, чтобы обращали внимание на такие проблемные семьи, если мы живем по соседству, и, соответственно, сообщали по телефону полиции, и таких фактов, соответственно, чтобы мы принимали с этой меры. Это очень хорошо, кстати, это огромная работа, потому что раньше мы говорили и поднимали этот вопрос, эту проблему о том, что за стеной плачет ребенок, постоянно плачет ребенок, куда идти, что делать, кто отреагирует. В этой связи хотел бы добавить, как я вначале сказал, про 120-й федеральный закон. Именно он принимался для того, чтобы все это было, то есть система работала, чтобы работали Министерства образования, Министерства социальной защиты, то есть все органы, не только полиция работала, то есть именно вкупе. И вот если брать именно комитетский час, то здесь система отладилась таким образом, что именно задействованы все. Соответственно, под русской мы ловим, потом протокол административный рассматривается на комиссии. На комиссии присутствуют, соответственно, все органы, учреждения системы пришладки. И, соответственно, мы можем уже отрегулировать вопросы не только нашим, но и, соответственно, по разному направлению. Все же сейчас лет не за горами. Молодые люди начнут проводить на улице гораздо дольше времени. Будут ли усиливаться контроли? Будут ли проводиться рейды чаще? Конечно, Оксана, как и ранее, ежегодно, нами с уступлением летнего периода готовится ряд мероприятий, которые по контролю за безопасностью детей. То есть, соответственно, у нас открываются летние лагеря по территории практически всей области, особенно это Саводча, Спасский район, ну и так далее. Мы будем закреплять за данными учреждениями своих сотрудников, которые будут там постоянно нанести службу по охране и обеспечению общественного порядка на территории данных учреждений. Помимо этого, мы будем проводить рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил продажи алкоголя, наркотиков и по недопущению различных других преступлений в отношении детей. Ведется ли нашей полиции сейчас, в частности, вашим подразделениям, какие-то общественные работы? Конечно. Буквально 16 мая на территории всей России будет проводиться так называемая акция полиции на страже детства. Не исключение наш регион. На базе нашего областного УВД будет организована работа телефона доверия. Их номера вы можете обращаться к казанцам, узнать на нашем официальном сайте. Там в ближайшее время они будут размещены. И родители, и дети. То есть мы могут позвонить по этим номерам и узнать свои интересующие проблемы. То есть там будет присутствовать специалисты не только полиции, но и социальные защиты, Министерство образования, ну и так далее. Психологи по всей мере. Психологи, да, психологи, совершенно верно. К самому пользу случаям хотел бы поздравить наших рязанцев с наступающим праздником, 70-летием Победы, 9 мая. Спасибо. Спасибо вам большое, Андрей Владимирович, что пришли к нам в гости. Андрей Бармин сегодня был в нашей студии. А это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!